Художник из числа пробившихся на самый верх искусствоведческих рейтингов. Бельгийца Вим Дельвуа демонстрирует в Москве то, чем знаменит на весь мир и чем гордится. Много лет назад, будучи студентом Королевской Академии Изящных Искусств города Гент, он понял, что в мире современного искусства от бельгийцев особых открытий никто не ждет. У них все в прошлом. А значит, нечего терять. Делай все, что заблагорассудится. В галерее Гарри Татенцана Дельвуа показывает несколько произведений, включая те, что в свое время шокировали и публику, и художественных критиков. Критики до сих пор говорят о нем. Это тяжелый случай. Вызвано это большей частью тем эпизодом его творчестве, когда он построил и запустил инсталляцию, имитирующую работу пищеварительной системы человека. Для него это было самым его мощным протестом против общества потребления, презрение которым он демонстрирует почти в каждой своей работе. К примеру, он выпотрошил редкий роскошный автомобиль и выполнил на его алюминиевом корпусе сложнейшую гравировку. Кстати, любовь к искусной и ручной работе выделяет его из ряда прочих широко известных современных художников. Его излюбленный прием – придавать моделям автомобильной и прочей техники облик готических соборов. Дельвуа принял всей душой услышанную однажды английскую присказку о том, что все, к чему прикасается искусство, становится мертвым. Рассуждая в продолжение, он пришел к выводу о том, что вообще искусство очень часто берется за то, что уже мертво, подобно тому, как голландцы вдруг увлеклись пейзажами с витринными мельницами, когда век этих мельниц уже подошел к концу. Ничего порочного художник в этом не находит. Он идет дальше, придавая мертвому и старому свойства живого и нового. Это особенно ярко выражено как раз в его готических конструкциях. Скажите, чем вас так привлекает эстетика готики? Ведь в обыденном сознании готика символизирует мрак, ничтожество человека перед лицом небес. Готика для меня – это стиль, а не период в истории. Готика – это состояние сознания, это наивысший художественный стиль. Рассмотрим, к примеру, позднюю готику. Это же было удивительное время для Европы. Появление печатного станка, открытие Америки, появление новых городов и вообще зарождение современного общества. Я считаю, что готика – это удивительный стиль. И для меня он символизирует собой весну в Европе. Когда я разглядывал этот кузов автомобиля, гравированный ориентальным орнаментом, я сначала подумал, что это такая современная фантазия на тему «Ковер-самолет». Но потом я разглядел вот эту надпись на фарси, которая означает «Путешествие пророка Мохаммеда к небесам и обратно». А это уже серьёзно. Что вот этим вы хотели сказать? Да, эта виньетка мне очень нравится. Она подобна наклейкам, которые таксисты Ближнего Востока лепят на стёкла своих машин. И да, вы точно определили. Я делаю отсылку к путешествию пророком Мохаммеда. И сам я словно путешествую во времени. С одной стороны, это алюминий, современный металл, очень пластичный. С другой стороны, я использую древнюю технику гравировки по традиционным образцам. То есть я сочетаю скорость и замедление. С одной стороны, это автомобиль, который может бешено нестись по дороге. С другой, это очень медленная, очень скрупулёзная ручная техника гравировки. Уже много лет в современном искусстве концептуальность затмила всё остальное. Художественность затмила технику исполнения, стиль, всё. Вы готовы признать, что несёте ответственность за это? Ну, наряду с другими фигурами, конечно. Да, так оно и есть. И я наблюдаю за этим на аукционах, где старые картины или книги продаются за бесценок, а объекты современного искусства за баснословные суммы. Я в стороне от этого. Мою позицию можно видеть, опять же, и в этом кузове с гравировкой. Концептуалисты и модернисты всех мастей считают создание орнамента пустой тратой времени. А я с наслаждением применяю медленный ручной труд. Я уверен в том, что в орнаменте содержится история. И здесь я буквально загрузил историю на этот алюминиевый объект. То есть за засилье концептуальности вы ответственности не несёте? Я бы на самом деле назвал себя постконцептуальным художником. Для концептуалиста главное придумать концепцию. А потом ему достаточно выразить её на стенке, на открытке или как-нибудь ещё. Это уже не важно. А для меня концепция — это только начало. Дальнейшая визуализация — вот это самое сложное и самое интересное. Как вы считаете, сегодня национальность художника ещё имеет какое-то значение? Мне кажется, происхождение спрятать невозможно. Есть такая идея, что всё искусство гомогенно. Я не верю, что такое возможно. Существует такое понятие — племенное искусство. Так вот, мне кажется, что любое искусство принадлежит какому-то племени. Вот, например, Энди Уорхол. Мне кажется, он был типичным продуктом Нью-Йорка золотых 60-х. Это очень американское искусство. А какие признаки должны указывать нам на то, что вот это произведение бельгийского художника? А я не считаю себя бельгийцем. Скорее, я чувствую себя западным европейцем. Бельгия — маленькая страна, у нас очень часто нет собственной позиции в мире, и мы не занимаем ничью сторону. А бельгийскому современному искусству свойственно, пожалуй, сюрреалистическое отношение к реальности, сочетание несочетаемого. Вот в этом автомобиле. Я как бельгиец сталкиваю два мира. И это отсылает нас, например, к тому, что делал Рене Магрид. Спасибо. Спасибо вам. И я в восторге от того, что вы заметили эту виньетку про пророка Мохаммеда. Дай бог, каждый десятый мог это заметить, а тем более понять. Вообще, во всех моих работах очень много разных слоев, потому что произведение не должно быть понятно буквально за одну секунду. Необходимо, чтобы произведение и его зритель вместе росли. И еще раз спасибо. Спасибо.